Приветствую вас на первом циничном канале и очень важное объявление. Друзья, уже очень много камрадов мне писали, Иоганн, когда повторишь акцию? Я в свое время сделал акцию такую, провел, предложил совместную литургию. Соответственно, в Архангела Михаила здесь, в Тропарево, предложил собраться вместе со мной, а кто не в Москве живет, далеко, то, соответственно, в одно и то же время сходить на литургию. Литургия это все-таки общее дело, поэтому вот собраться, к примеру, хотя бы не в пространстве, так во времени. А если не во времени, так в духе, потому что разные часовые пояса. И вот на последнем стриме Рустам Шаманов написал, что давай повторим акцию, хочу причаститься, потому что вот тогда на той все-таки, в тот раз, на той литургии, ну, у меня была надежда, что кто-то может быть под это дело причаститься, смелых не нашлось. Ну, ладно, вот сейчас есть у нас один кандидат, который хотел бы причаститься, и, наверное, уже вот это действительно повод повторить совместный поход на литургию. Во-первых, я тогда говорил, что нужно повторить, и как-то это все затянулось. Во-вторых, все-таки желание причаститься, это, конечно, намного круче, чем просто сходить. Вот, поэтому предлагаю повторить. Смотрите, сейчас храмы открыты точно без эксцессов в Тверской области, в Твери и Тверской области, ну, во всей Тверской области. В московском регионе, подмосковном в смысле, они открыты, некоторые, где-то палят, где-то не палят. Вот, но, знаете, закон подлости, приедем и будут палить. Поэтому, давайте выбираемся на совместную литургию. Было очень много вопросов от камрадов, когда там проведем слет мужского движения. Вот шикарный повод для того, чтобы провести слет мужского движения. В совместной литургии я думал, где в Тверской области сделать. Лучше всего в Твери, в Кафедральном соборе, потому что гарантированно будет богослужение. Я сейчас залез на его сайт, Воскресенский Кафедральный собор, там еще нету расписания на июнь. Потому что на стриме я сказал, что ну, давайте, может быть, тогда к празднику какому-то приурочим, к большому. И вот праздник в ближайшее время будет 7 июня. Это воскресенье, это будет Пятидесятница. Сейчас праздник ближайшие Вознесения, двадцать восьмого. Ну, понимаете, ну, мало ли, может, кто-то еще не избавился от рабского наемного труда. Пусть это будет выходной. Причем выходной, однозначно выходной. Мало ли, может, кто-то еще от рабского труда в субботу не избавился. Вот, воскресенье. То есть, это прям такой стопроцентный выходной. 7 июня. Кафедральный собор, Воскресенский Кафедральный собор Твери. Давайте сразу адрес продиктую, плюс он будет в описании сюжета. Собственно, адрес город Тверь, улица Баррикадная, дом 1. Первый дом, нетрудно запомнить. Посмотрите по карте, что касается дороги. Ну, вы сами смотрите, как туда добираться, там, делать пропускание делать, это уже вам на откуп. В Твери никакой самоизоляции не было. В храмах можно присутствовать открыто. Никто их не закрывал, никакого там карантина не было. Вроде бы требуются маски, а вроде бы и не требуются. Хрен его знает. Вот. Ну, возьмите на всякий случай. Ну, никто ничего не проверяет, никто ничего. Вот в этом соборе точно никто ничего не проверял. Все нормально было, без всяких масок, по-моему. Там народу очень немного. Там вот эта вот социальная дистанция, полтора метра, она реально соблюдается. Более того, она соблюдается в 10 раз. Там ближайшие 15 метров от вас будет стоять. Ну, если мы приедем, может, побольше. Так вот, друзья, Пятидесятница, наверное, это самый удачный момент. Потому что, ну, мое понимание христианства, что я пытался донести на первом циничном, какое христианство. Я вот сейчас вижу очень большую дилемму, ну, собственно, она библейская, между, например, атеизмом и безумием. Точнее, нет, христианством и безумием. Дилемма. То есть, либо христианство, либо атеизм. Но атеизм равно безумие. Так вот, что такое Пятидесятница? Почитайте, во-первых, про этот праздник. Во-вторых, это схождение Духа Святого на апостолов. Это образ того, что было в прообразе дано через Моисея, через закон Моисея. В Ветхий Завет выходят израильские народы из Египта, и Моисей получает скрижали. Закон, по сути, 10 заповедей. Вот это дарование закона. То есть, если у вас не было закона, теперь он есть, как бы норма. Теперь, как бы, в Новом Завете происходит Пятидесятница, когда на 50-й день после Пасхи, после воскресения Христова, на апостолов сходят языки пламени. То есть, они понимают, что это Дух Святой. Начинают говорить на разных языках, которые доселе не знали. Начинают очень так серьезно проповедовать. Хотя это были люди, ну, рыбаки, скажем, без дара слова. Тут у них появляется дар слова, они начинают проповедовать. Многие уверовали из тех, кто это видел. Вот. То есть, это, с одной стороны, и разумение. С другой стороны, это и говорение на других языках. Я говорил, что близость к Богу, она напрямую связана с речью. То есть, люди очень близкие могут понимать языки, которых они не учили. Люди очень далекие свой язык толком не понимают. Двух слов связать не могут. Вот. Теряется вот этот вот дар речи, в буквальном смысле. Даже вообще само выражение. Вдумайтесь. Дар речи. Потерять дар речи. Ни навык речи, ни возможность, функцию. Дар. Вот в этом выражении очень много. Сейчас только это как бы осмыслил, что речь это все-таки дар божий. То есть, если есть дар, то, очевидно, есть и дарящий. Кто-то это дарит. Так вот, даже вот у атеистов-то есть выражение. Удивился, да? Потерял дар речи. Дар речи. Так вот, речь она напрямую с Богом связана. Поэтому, ну, наверное, действительно, для мужского движения это максимально важно. Это прозрение, уж если мы к нему идем. И это просвещение некоторое. Просвещение, опять же, от понятия света. Ну, да ладно. Поэтому адрес назвал. По времени. Пока нету. Я сейчас, пока еще в мае сижу. Не знаю, когда вы этот ролик увидите. Еще нету расписания богослужения. Поэтому время точно неизвестно. Позже я обязательно напишу на канале в сообщениях точное время. Но ориентируйтесь на 8 утра. Чтоб там уже быть в 8 утра. Может быть, в 8.30 будет. Может быть, будет в 7 и в 10. Может быть, две литургии будут. Вот. Ближе к делу я напишу. Но ориентируйтесь на 8 утра. Вот. Чтоб туда приехать. Не обязательно. Там из Москвы. Может, Тверские будут. Надеюсь, что будут. Вам вообще проще, как говорится, пешочком дойти. Если из Твери или из Тверской области доехать рядом. Короче говоря, вот. Там мы встречаемся. Встречаемся. Ждем 5 минут. Заходим в храм. Единственное. Не буду сейчас вдаваться в подробности. Почитайте, кто будет причащаться. Особенно первый раз. Почитайте, что нужно. Какая нужна подготовка для причастия. Там нужно 3 дня поститься. И, соответственно, прочитать определенное последование. Не только последование к святому причащению. Там еще 3 канона. Рекомендую не динамить. Рекомендую читать все. Вот когда вы будете жить уже такой полноценной церковной жизнью. Вы можете сами как-то корректировать что-то для себя. Где-то схалявничать. Но это, как говорится, уже потом. Но поначалу не надо с этого начинать. Это вот как бы в плане рекомендации. Не надо как бы корректировать духовную жизнь, когда ее нет. Вот когда она уже есть, вы уже, да, можете лавировать. Куда-то ее там направлять. Это ваше отношение с Богом. Но когда корректировать, собственно, нечего, то не надо заниматься корректировкой. Поэтому постарайтесь все. Три канона, последование к причастию. Дальше. Исповедь. Да, подготовьтесь к исповеди. В русской православной церкви есть традиция, что причастие только после исповеди. Исповедь там же, вот, в прошлый раз я был, прямо на литургии была. Что касается исповеди, тоже очень показательно. Когда народ слушал апостолов в день Пятидесятницы, которые, собственно, стали говорить на разных языках, и народ услышал свои наречия, разные языки, потому что из разных стран были люди. Ну, в итоге народ умилился, почувствовал дух, и он сказал, что нам делать. На что апостол Петр им сказал, покайтесь. И дальше он уже, дальше стал говорить. Первое слово, которое он сказал, покайтесь. Вот, поэтому в данном случае, наверное, это очень актуально. Не во всем мире, не во всех поместных церквях есть традиция увязывать исповедь и причастие. То есть, допустим, в греческой церкви православной такого нет. Можешь исповедоваться, можешь причащаться. В русской православной есть. Поэтому исповедь и причастие. Подготовьтесь к исповеди. Еще один момент. Для многих исповедь, как бы, многие боятся. Но я сейчас не буду говорить про бесноватых, которые там скажут, что, блин, это чекист, поп-чекист, он побежит сразу на меня, в лубянку вломит меня, и тут-то меня возьмут. Вот, нет, не про это. Ну, просто какой-то порог перейти, перешагнуть, человеку рассказывать свои грехи. Так вот, друзья, не надо вдаваться в эпизоды. И вот я пошел, а он стоял, я ему это говорю, а он мне вот это, и я ему в морду. Не надо. Вы перечисляйте грехи конкретно. В морду? Почему? Гнев. Вот и все. Не надо расписывать, не надо фильмы ужасов писать. Поверьте, священники много фильмов ужасов уже, сценариев, скажем так, для фильмов ужасов прочитали, и много очень пересказали. Это лишнее. Вы знаете, знаете, Бог знает. Что касается свидетельства священческого, священника это свидетель перед Богом, гнев. В данном случае это будет достаточно. Не надо подробностей. Если это какие-то там межполовые подробности, опять же, не надо, зачем. Блуд, он и есть блуд. Прелюбодеяние, оно и есть прелюбодеяние. Не надо там вдаваться в какие-то хитрости такие. Перечисляйте. Дальше. Если вдруг у кого-то очень много, и кого-то не допустят до причастия, я не могу отвечать за священников, если они скажут, что... Давай еще раз придешь. Почитай какие-то правила, то есть и пятимью наложат. Я не знаю. В регионах всегда было жестче, чем в Москве. В Москве такого бы не было. Если вы скажете, что первый раз на исповедь пришел, все нормально будет. В регионах я знаю, что священники жестче к этому делу подходят. Если вдруг не расстраивайтесь, и действительно постарайтесь выполнить то, что вам скажут, и пойти дальше, вы все равно сделали огромный шаг. Вот это попытка первый раз. Сделается и второй. Самый сложный шаг это первый. Не расстраивайтесь. Ничего страшного, на литургии побудете. И, собственно, вам объяснят, что дальше делать. Как говорится, усилия, вода камень точит. Поэтому не пугайтесь, не расстраивайтесь. Я не знаю, как отнесутся священники. Я не знаю, чего вы начудили. И поэтому не могу гарантировать. Дальше. Положено быть на вечерней службе, на всеночном бдении, перед литургией, перед причастием. У нас с вами облом. Потому что в Москве закрыто, а туда мы приезжаем уже к литургии. То есть в субботу вечер мы нигде не были. Ну что ж, ну, объясним ситуацию. Если вдруг нас всех обломают, надо быть и к этому готовым. Скажут, нет, ждите, пока в Москве откроют. Я не знаю. Вот. Значит так. Мы попытались. Все равно, главное, как говорится, мы не можем ничего гарантировать. Человек предполагает, а Бог располагает. Поэтому наше дело поехать. А там уже, как говорится, делай, что должен, и будь, что будет. Поэтому вот, 7 июня, Пятидесятница, Тверь, баррикадная 1, по времени уточню, в ближайшее время. И максимально, да, если кто-то вдруг скажет, я без причастия хочу, пожалуйста, пусть будет без причастия, но подумайте, подумайте, стоит ли себя обкрадывать. Дальше, другие регионы, очень далекие от Твери. Предлагаю все то, что и в прошлый раз. Сходите на литургию у себя. Будем вместе в духе. Литургия, общее дело. Так что, до объявления, когда уточню время. Пока все.